Where was I? Oh, yes. Потому что его он тоже недолюбливает. Ну, сейчас узнаем. Не знаю, насколько это хорошая идея, потому что Джеймс тоже недолюбливает Пиро. Он считает его жадным до власти, агрессивным, и, ну, если Джеймс олицетворяет собой мир, порядок и спокойствие, то Пиро — это как раз полная противоположность, это прогресс и агрессивное развитие. Ну, его главный волшебник, в конце концов, носит имя посол Бута, а, возможно, у него есть какие-то дипломатические таланты, хотя Зайзекс о нем отозвался в прошлой серии так, что по слаботу нельзя обвинить в большом количестве ума, но зато он очень хорош в комбо-заклинаниях с огненными шарами и драконами. Ну, или что-то в этом русле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Деливер these Fire Fists as a token of our friendship. Finally, something simple. It looks like Pyro's found a way to enslave Trolls and make them work for him. Эта императрица Сорша, вторая волшебница после Буты, которая представляет Пиро. И, кстати, именно она у нас стоит, ну, более, я даже не знаю, как это сказать. В общем, в другом немножко стиле нарисовано мной, кстати, для обложки видео. Тотально, конечно, более-более позитивно, большие таланты в защите. Очень интересная история, кстати, про то, что Зизик сказал, что посол Бута ее добивался многие годы, а она ему, я так понимаю, отказывала. И он предположил, что именно вот это навязчивое внимание позволило ей развить такие таланты в защите и обороне. Так, строим сразу монолит. Да, еще наше задание, опять же, прекрасный перевод. Пиро сказал нам доставить вот этих огненных троллей, которых мы похищали в прошлой серии, доставить их как знак жеста доброй воли для Джеймса. Я не знаю, насколько это хорошая идея, потому что явно по ним видно, что это тролли Персифоны, которые обезображены и мутировали вот в этих огненных созданиях. Ну, пока они не агрессивные. Эй, стойте, монохорчики. То есть мы вроде как Сорша и все остальные, это как наше оружие, которое мы оставили на входе. Ну, ладно. Кстати, еще во время загрузочного... Вот вы любите меня перебивать. Ладно, я тогда эту тему оставлю на потом. Сейчас Элдер предлагал на месте этого монолита построить святыню. Святыня — это то же самое, что алтарь по функционалу, только ее можно разрушать и нам за это ничего не будет, а в святыне можно также приносить жертвы. То есть, если мы убегаем по карте далеко от алтаря и наши доктора слишком долго туда несут души на переработку, можно где-то поближе на алтаре маны, на фонтане маны построить вот такую святыню. Но пока я не вижу в этом смысла, потому что алтарь довольно близок, а мана нам нужна. Он, кстати, уже... Ой. Монолит Джеймса Гракус. Монолит Гракуса. Гракус — это один из волшебников и, по-моему, даже лидер волшебник Джеймса. Очень медлительный. С чем вам помочь? Какой хелп? Подождите. У нас тут переговоры. Ну, это, да, это, по-моему, довольно очевидно. Так, будьте нашим союзником, как вы смеете отказываться. Ну, раз уж мы играем за буйного пира, давайте отыгрывать свою роль до конца. Эй. Эй, а как же помощь? Так, новая задача — уничтожить Гракуса. Ладно. Так, у нас там кто-то остался? Нет. Она и наших монохорщиков забрала. Нет, монохорщики тут. Ну, она, очевидно, более из всех волшебников Джеймса, включая... Ой, из всех волшебников пира, включая нас, она самая уравновешенная. И, наверное, она себя бы на переговорах как-то вела бы по-другому. Ну, черт. Раз уж мы служим пира, я просто, ну, не вижу смысла вести себя как няша, потому что, черт, играем мы... Ой, Зизикс только до сих пор долетел. Бедняга его не телепортировала. Если уж мы играем за буйного, то мы сами должны быть буйным. Так. Вы у нас будете... Сумасшедшая. Группой 2. А вы у нас будете группой 1. Кстати, вот что я еще начала рассказывать во время загрузочного экрана, нам немножко рассказали о том, что это за земля, на которой мы находимся. Карнета когда-то была крепостью пира, и он ее отдал Джеймсу давным-давно как валюту за обмен за жителей Джеймса. То есть вот эти огненные фавориты, которые у нас есть, на самом деле изначально они были... Их как-то назвали, интересно, эрфлинги. То есть как земляне Джеймса. Он их отдал пира, и пира из них сделал вот таких существ. То есть на самом деле пира... Ну вот у него не было недавно троллей, раньше у него не было огненных фаворитов. Он, можно сказать, такой генный инженер. Хотя вот при виде... Как бы при взгляде на него, ну как бы... Кажется, что он больше умеет ломать, а не создавать что-то новое. Но, тем не менее, генная инженерия, новые виды существ, это все сделал пира. И сейчас у нас были столкновения с Гракусом. Я думаю, что столкновение у нас было бы в любом случае, чтобы мы не... Какое интересное здание, как Зиккурат. А, это и есть та самая крепость, с которой пира принадлежала. Да, она отличается немного от архитектуры Джеймса. Я думаю, что с Гракусом мы бы сражались в любом случае, но если бы выбрали более мирный вариант диалога... Вы сами начали жечь крестьян? Ладно. Вот именно вот таких, наверное, и похитили для создания огненных фаворитов. И они сейчас, получается, свою родню убивают. Но, может быть, и не таких. В общем, наверное, при более мирном варианте Сорша бы осталась с нами, но... Нет, так нет. Мы и сами справимся. В конце концов, это только третья миссия. Это Гракус? Нет, это солдат Гракуса. Троги. Ладно, пока он сам не нападает, я предпочту побольше забрать душ. И снесите-ка, пожалуйста, это здание. Оно мне не нравится. А вы убейте вот этого. О, новое заклинание. Кольца огня. Проверим. Ага, они будут его медленно убивать. Интересно. Так, сначала... Монолит. Я все еще не хочу строить святыню. У меня как-то... О, вон они быстренько бегут. Он... Алтарь не так уж и далеко. Слишком быстро мана расходуется. Обратно. За спину. У нас еще две души осталось. Сейчас соберем и... Пойдем искать Гракуса. Хотя сначала я бы сбегала... Где? Где, где, где? Сначала я бы сбегала к той крепости. Мне интересно у нее поближе. Так, эту душу я уже собрала. Так, а кто это у нас тут такой храбрый? Храбрый одиночка. Ну, нафиг, сказал он и побежал обратно. Но уже как бы... Слишком поздно. Ай-яй-яй. А, добили. Жалко, тут нельзя... По крайней мере, мне кажется, что нельзя прерывать заклинания. Так, а вот и Гракус. Секунду. Почему они живы до сих пор? Убить. Стрелки их должны быстро сбить сейчас. О, вот это, кстати... Вот этот жучок, это вариант Тау Джеймса, нашего поджигающего. У него этот жучок кидает окаменение. Подождите, отдай. Нельзя умирать. Тролля убили. Вот черт. Кого ты там наколдовываешь себе? Разобраться. Быстро. Заплюйте его огнем. Еще один тролль погиб. Так. Это нехорошо. Это нехорошо. Лечимся. Сейчас мы его лишим всех. Монохоров. Убейте. Убейте вот эту... гадость. Как раз он не сможет достать наших летающих, но тролли он, наверное, больно бьет. Убейте Гракуса, в конце концов. Фуф. Жарко. Но, по крайней мере, мы ни одну душу не потеряли. Сейчас только его собираем. Так. Немножко. Камеру по-другому надо. Так. Встаньте как-нибудь. Надо вас перераспределить. Группа 2 полностью уничтожена. Может быть. Так. Нет. Отойдите немного. Как бы вас так... Ладно, по-другому сделаю. Вот так. Так, аптечки, а вы почему не выделяетесь? Отлетите. Так. Группа 1. Ты и еще пара огненных фаворитов. Сейчас будет группа 2. У нас уже 6 душ. Отлично. И еще одного. Для комплекта. Они уже бегут. Приготовились. Они, по-моему, хотят разрушить наш монолит. Нет, забрать свои души. Но мы им это не дадим сделать. Сейчас мы его обескровим. И добьем. Без всяких там императриц. Так. Так-так-так-так-так-так. Вторая душа. Все. Можно нападать. Не слишком будем отрываться. Сначала разберемся с этим отрядом. Потом... Ах ты. Он камнями кидается. Так, отойдем подальше. Чтобы охрана монолита на нас не напала. Хотя нет, сначала вот этого. Не-не-не, сначала волшебника надо убить. Поджарят, не поджарят, поджарят, не поджарят. Этого я и так поджарю. Так. Не идти за ним. Нельзя идти за ним. Я не думаю, что он один его разрушит. Не сможет. Я надеюсь. Он его отличивает. Где этот чертов графус? Далеко. Сможем, наверное, душу забрать. Или вы до сих пор его не добили? Серьезно? Так, ту роли надо лечить. Какие у Джеймса все-таки живучие последователи. Вот это... Вот это начинается, по-моему, проблема у нас. Надо просто строить летающих, в которых они не смогут дотянуться, эти носороги. Они слишком живучие и толстые. Опять у нас какой-то летающий батальон, но ладно. Главное не потерять троллей. Отлично. Ну, конечно, мы буквально просто заваливаем сейчас его трупами. Вот победителей не судят. Так, собираем, 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 собираем. Бедные огненные фавориты. Они такие маленькие и несчастные. Их все обижают. Ужас. Кстати, по-моему, мы всех и убили. Ну, конечно, на наших троллей и носорогам страшно напасть. Обижают самых маленьких. Как всегда. Пойдемте разведаем эту крепость. Может быть, там что-то интересное будет. Ну, наконец-то доктора пошли. Вот уж как-то очень пустынно. Никаких новых душ. Печалька. Так, тут только вражеский монолит. Давайте разрушим. Вот тут как раз можно построить святыню ради интереса. Посмотрите, как она выглядит. И, возможно, сюда как раз вместо алтаря и будут приходить другие доктора. Интересная штука. Руны какие-то. Так, а к нашему монолиту теперь подходят. Ладно, сейчас вернемся. Ух ты, какие красивые колонны. Изящненько. Все, теперь тут можно. Колонны и наверху такая шестеренка. Теперь здесь можно приносить жертвы. Спокойно. Мы уже идем обратно. Посмотрели местные достопримечательности и древняя архитектура. Вот Джеймс достаточно уважительно, получается, отнесся к подарку пира. Он не снес его строение. Возможно, сюда ходили экскурсии, но... Сейчас это арена боевых действий, и уже никто не узнает. Так. Ну-ка, грохнуть. Этого нехорошего человека. Я не могу использовать на нем заклинание, когда он в этом щите. Так, сначала вот этого. Он какой-то слишком борзый. Как? Как он это делает? Как он убил всех? Вот ты! Черт, и у меня как раз маны теперь нету. Братан, ты почему стоишь? Надо убить эту птицу. Наконец-то. Так. По-моему, нам только что напинали. Он слишком... Они слишком живучие. Так, надо перестроиться. Надо перестроиться и напасть еще раз. Отходим. Кстати, может быть, умрем сейчас? Посмотрите, что происходит после гибели. Как раз мы отступаем. Маны нету. Давай, добивай. Так, тролли все уходим сюда. Вот мы превратились в душу, и теперь нам нужно подлететь к ближайшему или фонтану маны, или к нашему алтарю. Можно даже к монохорам. Тогда получится вернуться прямо в бою, но поскольку он прям преследует нас сразу. Вот, наглец, отступаем к последнему. У нас теперь, вот, пока мы в виде духа, у нас ускоренная скорость полета. Ну, это единственное преимущество. Сейчас будем возрождаться и контратаковать. Какие-то они слишком живучие и неубиваемые. Прямо я начинаю жалеть, действительно, почему... Что у нас нету Сорша рядом. Ничего, сейчас отыграемся. По идее, он будет, да, разрушать еще вот этот монолит. Не пропускают обычно волшебники, поэтому у нас есть немного времени. Так. Немного времени есть. Будете группой 1. Или у меня птица группа 1. Ладно, неважно. Будут группой 2 тогда. А, они пошли, что ли, мою святыню разрушать? Так, еще лучше, даже еще больше времени. Так, и огненные фавориты у нас будут группой 3. Вот эти... Черт. Не разделила. А, ну-ка. Попробуем. На монохора. Ты что не здесь? Кто уже умер? Да как они умудряются убивать их? Нет, это... Это Джеймса. Джеймса, вы умерли. О, он умеет пользоваться заклинанием ускорения. Опять все-таки напутала с группами. Давайте убейте его. Он же медленный, просто как улитка. Земляная улитка. О, я своих сейчас замедлять буду. Черт. Он просто неубиваемый. Это незаконно. Спал щит. Наконец-то. Все души успел забрать. Каденыш. Так. Вы у нас будете группой 2. Так, вы куда побежали? Вернитесь. Вы будете группой 1. Вы группа 2. Как же умирают быстро огненные фавориты. И группа 3. Фавориты будут заниматься исключительно горгонами, а все остальные волшебниками, а все остальные волшебникам и носорогами его. Забыла опять, как они называются. Гракуса. Нет, Гракус это волшебник. Так. Группа 3. Группа 1. Группа 2. Группа 3. Группа 2. Нет, вы, пожалуйста, тоже сзади. Ой. Тоже сзади встаньте. Мне так спокойней. Гарни. Так, ну что? Пора идти в наступление. А, вон, кстати, святыня Сорша. То есть она была призвана даже без алтаря, а только со святыней. Она бы оттуда начинала наступление. Давайте глянем, что там. Я уже примерно представляю, что где-то вот за этим холмом алтарь Джеймса, но мне интересно исследовать карту, потому что если я проходила миссии за пира только один раз, я ее тоже видела только один раз, и это было очень-очень давно. Ну, тут уже какие-то земляные. Чего? Чарнелла на пирос? С Чарнелла на пирос? Это похоже какая-то, типа, черновик переводчиков. Они сначала перевели этот алтарь как, наверное, алтарь Чарнелла, а потом какой-то редактор увидел и сказал, что нужно переименовать, сделал такую пометку, и они эту пометку так и не убрали. Ну, я, по крайней мере, так думаю. Давайте немного порежем, хотя это просто не очень интересно. Просто убегающих у нас. Хотя душ никогда не бывает много. Давайте их тоже принесем в жертву. Джеймс как-то... Точнее, волшебник Джеймса нам делает слишком больно. Кстати, а мы можем снести... Снести вот это. Можем. Отлично. Построим тут лучше монолит, потому что у нас, гляньте, как медленно мана восстанавливается. Ух, все в огне. Так. На этот раз он даже без летающих существ. Он сейчас будет пытаться оживить крестьянина, ну, фермера, но он нам ничего не сделает. Так. Слишком медленно. Все, уничтожьте это. Да, он убивает наших докторов. Но ему это не очень поможет, прямо скажем. Так. Так, ну вы сами разберетесь. Поджарьте его. Забили? Забили? Забили. Ну, остальное теперь просто как младенца обидеть. Для того, чтобы я любила обижать младенцев, ну, такая метафора. Поджарьте его. Это у нас что тут? А, это монолит Сорша. Не торопись, дружок. Таурок. Не убежишь. Пусть монолит стоит. Так, я всех зацепила. Надеюсь, что всех. Ну что, теперь можно и игрокусу домой заглянуть. Я уже такие объедки собирать не буду. ты не плезновкой, а убегай. Заела. Почему у меня только один монохор? Секунду. А, нет. Понятно. Ну, три это лучше, чем два. Тут, по-моему, все равно есть такая зависимость, что чем больше монохоров до определенной степени, тем быстрее восстанавливается мана. Так, а кто охраняет? Даже не загораживай мне. Ага, как раз вращающие земли, да, это как раз те существа, которых Джеймс передал за Карн. Значит, будем их бить троллями. Можете ускориться. Летающих лучше не пускать туда сейчас. Так, а ты почему не бежишь? Ладно, сейчас закидаем их шапками. Ты мне еще поплюсь землей, умник. Оп, оп, быстро, отлично. Подлечим тролля. Что, какой-то у нас тролль не отряда, но бог с ним. Тут и четырех хватило. Тот алтарь уже не будем трогать. Не алтарь, а монолит. Лениво. Когда мы здесь установим наше полное господство, защистка территории, это уже будет не наша забота. Пусть Пиро сам руки марает. О, игрокус один остался. Надо же. Какая неприятность. он просто стоит на месте, ты сдаешься? Ну, возможно, это правильно. Ты постой тут пока, я сверну твой алтарь. У меня нет душ. Ладно, монохора принесем в жертву. Далеко не уходи. Просто заливаем его огнем, но он все равно отличивается. Смотри, еще и огрызается. Вот сейчас мы ему зубы пообломаем. зажарьте его. Надо лишить его монолита, если... Ты посмотри. Вот это наглец. А ну-ка, снести. Сейчас мы его отрежем от мамы. Какой упорный. Отлично. Все, теперь занимайтесь им дальше. Это он просто невероятно живучий. его пинает толпа троллей, поджаривают летающие существа, поджаривают стрелки, и он все равно еще умудряется что-то делать, лечиться и еще кого-то убивать. Это... Это нечто. Так. Вернись на место. Нам нужна твоя жертва. Ты пойдешь на благое дело. Ну, для нас благое. Для Гракуса не очень. Теперь надо его искать. Как далеко он успел убежать. Ага, к своему монолиту. Пойдемте встречать. На этот раз ему нельзя добежать до алтаря. Он отрезан от маны, поэтому... А, он умер? Отлично. Ну, я по-прежнему уверен, что столкновение было бы что так, что эдак, но... Действительно, на что надеялся Пиро, когда пришел с вот такими извращенными троллями к Джеймсу. Но это было изначально, по-моему, обречено на неудачу. There have been other wars between the gods, some protracted and dreadful. Yet one truth had been constant. It was mortals who bore the suffering. The gods were bound by ancient ties, and none of them, not even Persephone or Charnel, ever sought the others' extermination. I know everyone's busy getting ready for the big war, but has anyone else noticed what Jadigar's been doing? I've seen him all around the Glebe, rallying folks with talk of the prophecy of Mithras and some fellow Asher who'll save them all. Enough of your womanish whining. What? You will not distract Pyra with these ridiculous tales. Why don't you give up already? Pyro is right. If you cannot keep your followers faith, that is your problem, James. Ну что, от нас наконец отказалась и Персифона и сразу Джеймс, но это было вполне ожидаемо. У нее мы захватили уже две области, у него пока одну, но зато еще повели себя немножко как свиньи. Ну, такому богу мы выбрали служить огненный темперамент. Спасибо, что вы были со мной в этой серии и до встречи в следующей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok